На усадьбе Романа Малыша. Никита собирает мусор увозить его. Ты его маленько даже притопщи, потом залез, только не опрокинь. Вот так. Вот мы сегодня последний день здесь, вторник, прибывает Сергей Егорович Игнатов. И вот он сейчас я собираюсь его по остаткам мест провести. Вот он бежит, как молодой. Бежит с лопатой. Он вообще спортсмен настоящий. Переплыл наш пруд в холодное время. О, пожалуйста, бегает как. Все, прибыл. Все, слава Богу. Значит, сейчас мы поедем, Господь благословит. Правда, тучи черные. Смотри, как листья летят везде. Видишь, нет? Глянь, это поля. Листопад. Погляди, листопад. Ну, тополь первый. Он поддается тому, чтобы пожелтеть. Вот смотри, рядом ветла. Вот она, ветла. Она вся еще зеленая. Ей даже нужды никакой нет. Березы, только некоторые пожелтели. Это говорит, что осень будет затяжная и солнечная. Но сегодня вот так вот. Вот отсюда далеко видно. Посмотрим, что тут делает наши ребята. И сейчас пойдем на Рыжковский пруд. Рыжковский, это северный. Поедем на велосипеде. Так, попросить надо велосипед у кого-то. Никита. Никита, мысли, что вы первые, гляньте ко мне. У меня цепь светает. Ну, лучше Володю, лучше, он стоит велосипедом. Я отсюда. Сейчас. Володя. Вон он там. Пойдем-ка туда. Проси у него велосипед съездить. По разным местам. Скажи, последний день, надо все увидеть. Молодя, можно воспользоваться своим велосипедом? Да, пожалуйста. А, за Никиту надо молиться, чтобы цепь наладил и не слетала. А кто попросил, говорит, цепь ненадежная. Вот так поехал бы и слетел бы у меня цепь. Возможно, гайка ослабевает задние и колесо смещается. Что там Роман делает? Он, наверное, старая делает уже. Вот он электричество тянет. Ты что делаешь? Смотрите, там ровно стоит сарамень. Как? Вот высадилось? Листи ровно идут все. В каком направлении ровно? В каком направлении, а не ровно или вот этот? Э, нет, тут не скажешь. Покажется, кажется, что ровно, но не знаю. Вот второй, который, тот высунулся дальше обоих этих. Вот второй, который посередке у тебя, он дальше всех высунулся. Ну, наверное, так и надо. Так, подожди. Они идут как бы лесенкой, вытягиваются. Видишь? А, да ты вернёмся. Помаленьку. Ну, Роман. Володя, ему надо тут покорректировать, иди посмотри. Так, ровно у него тут достатки, надо теперь прятать их. А мы не прячем, у нас на улице всё. Они, говорит, сгниют. Ну, что-то сгниёт, что-то останется. Видишь, как, в деревне всегда находится работа. Это вторник. В среду у нас будет, завтра будет у нас, сегодня у нас 20-е, завтра, в среду 21-е. 22-е, четверг, отсюда, какие мы будем день справлять. Собраться, помолиться, литургия будет. Сегодня 19-е, среда будет 20-е, четверг, 21-е. Как раз на день рождения Богородицы и брата моёра Акимов тоже. Вот мы на Рыжковском пруду пришли с Сергеем Игнатовым. Он уезжает ночью, последний день, ну и всем интересуется. Я решил его провести на Рыжковский пруд, посмотреть нашу работу. И тут нас застал дождь. Ну, по воде видно, что, видите, капли какие идут. У меня палатка, вон так одеты, ничего приличного. Пойдём дальше посмотрим. Дождь. Ну, дальше идти там понятно, что там вон загородка, это там слив, покуда должна вода спускаться весной. У-у-у, какой дождь пошёл. Так, мы прячемся. Я прячу аппаратуру, ещё раз покажу его. Вот он всё своими глазами видел и может потом рассказать. Вот сейчас мы на Рыжковском пруду. Сейчас тут наш комбайн работает на гречке у Игоря. Вот он. В волки валит. Во время дождя. Вот насколько уязвимый труженик сельского хозяйства. Ну, это мы с Сергеем Игнатьевым приехали на Рыжковский пруд. Всё, можете меня отпустить. Вот видите, деревья тут. Красивый пруд очень. Ну, что будет, как Бог даст. Вот мы взяли лопаты, лишнее, что где подрубить. Ну, тут сейчас дождь идёт, не до этого. Сейчас переждём его тут и поедем туда дальше, на Южный. Ещё четыре пруда надо. В волки валили во время дождя. Варабаш Тилентий. И он сейчас едет домой. Дождь пошёлся. А это Сергей Игнатьев. Он везде успевает. Это мы на повороте, на разъезд. Вот как мы вырубили весь угол, чтобы из-за поворота машины видно было, и теперь их видно. Вот сколько вырубили. Угол снесли весь, тогда я показывал. Все. Видите как? Пускай пройдет, потом мы за ним поедем. И маленько пролупило, как говорится, на пропасть. Хорошо видать порчность поет или вышку. Сейчас я покажу, маленько. Вот здесь, ну тут крапива не дает увидеть. Хотя там бы можно было увидеть. Ну, не важно. Вот деревья, это тополь облетает. Клен еще наполовину, а ветла полностью зеленая. Тут уже знаем, мы заобещают хорошую осень. Вот мы брали лопаты, сейчас они нам сгодятся. Поедем еще на три пруда у нас, чтобы он все увидел сегодня. Запишем последнее, простимся, и он поедет. Много роликов составили, потом по отдельности будем выставлять. Стойте, пока никуда не ходите. Сейчас посмотрим. Игорь Барабаш пришел что-то проверить. Староста деревни. Это Роман Малыш. А это у меня гость из Украины. Блинар Сергей Игнатов. Ну что, я за помощью пришел. Добрый день. Добрый. За помощью к ребятам пришел. Что нужно? Семечки. Быки наши соединились с телками скорченскими. Четверо быков. И сейчас их не отбить. Я сейчас ездил туда. Ушли со стада. Телка наша гуляется. Семеро быков ушли с ней. Семеро быков? Семеро. А телка чья? Янчиковская. Да-ка зачем ее выпускали-то? Сколько раз говорил, не выпускайте. Они гоняют, где попало. Вот вам так только так. Она говорит, это моя телка. И Терентий выгонял. Видел, что телка... Она уже несколько дней гуляется. Боки за ней выгоняют вот здесь. Вот она через насыпи повела их куда. Вот она их повела туда. Ну все. И теперь надо человек пять, говорит, берите. Приезжать надо к загону. Понимаете, я не скорблю об этом. Внутренне понимаю, это помощь мне. Я уж надоел всем, говорил. Гуляется корова, заприте. Она ничего не ест там. Дайте дома есть ей. Все равно выпустят. Таковские вы и были. На днях захожу к матушке. Дворота вот так у нас лишь открыты. Дома двери. Батюшка в Барнауле, а она вот здесь пошла куда-то туда, в деревню. Ну можно хотя бы дверь прикрыть. Ну и палочку можно поставить. Ничего нет. Но рано или поздно вас наклюхают по затылку. К пустому двору придете. Вы не слышите меня? А у меня помощники неплохие. Я сколько раз об этом говорил. Вдруг откуда-то чего-то такое, то, о чем я говорил. Ну и разбирайтесь на собрании и говорите. Что вас подрезать с ножом ходить, телкам, чтобы они не гулялись. Это тоже нельзя. Мы съездили, показал Рыжковский пруд вот Сергею. Он все знает, все ролики смотрел. Что не скажу, все знает. Ну я вам, конечно, сочувствую, но помощи нет. Внутренне я понимаю, вы делаете неправильно. Сейчас набирать каких-то пять человек. Да пять человек, что они там будут делать-то? Ее отогнать, игнать, это достаточно даже только выгонять оттуда как. Вы быков-то. Главное быков отбить. А телке неизвестно. Она, может быть, уже ушла. Потому что трех быков он отогнал сюда. И она их повела туда. Да. Хорошая девка. А сколько мужиков одна запутала. У скотины так же, как у людей. Одна. И все с ума посходили. А потом смотрят. Это профессор говорит. Я вам преподаю сейчас важный предмет. Венерические болезни. Будьте осторожны. К слову сказать, говорит, когда я учился на пятом курсе, мы с товарищем дружно жили. Но одна была там литкой. Мы, говорит, влюбились в нее по уши оба. Но она предпочла его, а не меня. Я остался с носом. А у него нос провалился. То есть она ему подарила сифилис. А я, говорит, остался с носом. Такое выражение интересное. Так что то, что сегодня кажется плохо, завтра может быть самое наилучшее. Вот. Сын маленький был. И его повредили. И он хромал на одну ногу. А остальные братовья пятеро. Сильные, смелые. А вот она война. Всех забрали, а его не взяли. Все погибли. Он остался, кормилися. А они о нем скорбели. Скорбели. А теперь получилось наоборот все. Мы, говорит, Бога благодарим, что он инвалид. Но он женился, все нормально у него. Ну, бракованный. Так, ну, Сергей, поехали дальше. Мы пришли на Костровый пруд, называемый Симаковским. Вот, Сергеем Егоровичем Игнатовым. Он сегодня уезжает. Решили везде пройти. Вот у него лопата такая интересная. Поверни ее лопату. Вот она как. Легко подрубать на плоскостях что-то. Что сейчас мы и делали. Вот у нас запруда тоже. Намного больше. Вот где камыши, до сих пор была вода. Сейчас вода. И можно поднять еще выше. Но надобности нет. Там у нас, где он кусты, там колодец. Исторический колодец. Мы его под железный кожух, под замок прятали. Тогда была санэпидемстанция. Боялись, что отравят. А вон там на той стороне березка в воду попала. Она уже все засохла. Березка не терпит воды. Она растла на берегу. Вон вторая засохла. Все засохли. Смотри, как подняли. Ну, больше не стали. Вот тут поят. Это водопой по-теряльски главный. Вот Сергей сейчас пройдет по этому. Вот, грач. Подожди-ка. Грач, что он тут делает? Что-то он нашел тут. Надо узнать, что он нашел. Грач. Ладно. Давай лопаты подрежь вот эти. Выкидывай. Просто выкидывай их здесь. Вот. Видишь, везде он приложил труд. И все время, говорит, я понял, что такое вера без дел. И вера с делами. О! Лопата-то какая до нас. Иные нету. А которая штыковая, она на другое годно. Но не здесь. Все. Проходи. Выбрось палку-то. Выбрось кверху. Нет, кверху я сказал. А ты ее вперед сунул. Кверху и вперед. Это разные команды? Вот она, щища лежит. Да зачем ты туда запулил? Ладно. 1-0. Дальше пошли. Вот здесь 6 метров. А где мы сейчас были, там 10 или 12 метров. Вот мы здесь сделали. Уже снег выпал. Страшно мерзли. Но все равно закончили. Не было досок. Заплатили деньги. Все. Уезжать надо. Не можем уехать. Октябрь месяц. Все. Выходи быстро. Раз, 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 раз. Быстро руками шевелить надо. Это я заметил. По вам. Быстроту. Есть. Давай. Теперь вот эту кто-то оторвал. Видишь, это скотина была тут. Видно, зашла. Там была решетка. Ее убрали. Убрали деревенские. На место не поставили. Но теперь в разнос все идет. Положи ее на место. Вон она где была. Воткни ее в эту. Не воткнется. Она не идет туда, да? Да. Уже, значит, сошлась. Задавили. Они мне потеряются. И для них делаем. И они как будто этого не знают, что для них. О, тут шифер лежал. Вода, куда я его разнесла, шифер-то? Вон куда. Засыпился кирпич тут. Ну, тут и на много. На три доски кверху. Вот одна доска там есть. Так, вот эту жердь, это, разверни ее туда, вытащи. Туда просто протолкай кверху. Толкай. Она не нужна здесь. Ее кто-то затолкал сюда. Вот так, все. Давай, сталкивай вниз. Я покажу отсюда, как. Вот под него, там на кирпичах, шифер отложен, чтобы вода падала. Не подмывала. Ну, а дальше там он у нас, костер, где Сергея надо тоже побывать там. Вот она, видать. Просто сталкивай вниз. Потом поверни назад, и в другом направлении траву эту срежешь. А трогать уже не надо. Срезай ее. Вот. А сейчас поверни лопатой, Том. Вот в этом направлении. Срезай ее всю. Я их точил. Она должна быть острая. Вот сколько деревьев привилось, укрепило берег. Корни пустят. Ее закрепить. А то потяну надо. Так, все. Вытаскивать не надо. Уходим. У нас времени нет. Нам надо еще на южный пруд. Где мы молились вам зайти. И где костер был. Уходим. Ну, вот она, что самое. Тут были кирпичи. Тут они, коровы, это, чтобы коровы туда не попали. А там разломали, коровы уходят, заходили где-то. В конце мы сделали, вон там загородка в конце. И там сетка была, не знаю, целая, нет. Видишь, как деревья переросли. Камыши укреплены. И коровы тут легко заходят, мелко и напиваются. Пожалуйста. Какие-то тут толстые бревешки, доски. Может быть, наши, может нет. Даже не знаю, откуда они. Тут Павел все пытался сделать. А что он сделает? Это один. 20 сантиметров. А у нас 6 метров шириной канал. 6 метров. А у него 20 сантиметров одна трубка. И мы поднимаем на метр. Вода идет валом 1 метр на 6 метров. Вот считайте, сколько кубометров здесь уйдет. Ну и все. Вода. ệt, вот. Отлично. Продолжение следует...